Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня, в предновогодний день, я продолжаю выпуски влога, объединенные темой Камчатка день за днём. Я просматриваю старые газетные вырезки, как в прошлом веке жил полуостров в те самые дни, в которые вы смотрите это видео. И сегодня мы посмотрим газетные вырезки с 31 декабря по 6 января разных лет. 31 декабря 1958 года. Газета «Камчатская правда». Женщина по фамилии Картавых благодарит врача судоверфи Вячеслава Николаевича Славницкого в заметке от всего сердца. «Когда была в отпуске в Томске, пишет Картавых, у меня родился сын, у Саши была врождённая косолапость. Выписавшись из родильного дома, мы с мужем обошли все клиники Томска. И везде был один ответ. Операцию можно сделать не раньше, чем в возрасте 2-3 лет. Я вернулась на Камчатку и обратилась к врачу судоверфи Вячеславу Николаевичу Славницкому. Меня он принял тепло, успокоил и взялся за лечение. Три раза делали операцию. И теперь мой Саша, который только лежал, здоров и бегает, да так бегает, что минуты не хочет сидеть. «Нынешний Новый год, пишет Картавых, я встречаюсь счастливой за себя, за Сашу. Когда Саша вырастет, я расскажу ему, с какой радостью встречали мы 1959 год. Гордые тем, что советские люди, подобные Вячеславу Николаевичу, всегда приходят на помощь тому, кто находится в беде. От всего сердца большое им спасибо». Это газета «Камчатская правда» 31 декабря 1958 года. В том же году в кинотеатрах Петропавловска шли вот такие вот фильмы. «Розовый зал», фильм «Старик Хатабыч», сеанс в 9.30, «Высокая должность», сеансы 11.20, 13.10, фильм «Большая жизнь», первая серия, сеансы 15, 17, 19 и 21 час. В «Голубом зале» шел детский фильм «Я и мой дедушка», начинавшийся в 10 утра. Фильм «Высокая должность» в 11.50, «Большая жизнь» в 15.40, в 17.40. В «Голубом зале» шел фильм «Черевички», а в 19.40 фильм «Мы с вами где-то встречались». 1 января 1959 года в кинотеатре «Камчатка» в «Голубом зале» были детские киноутренники, а в «Розовом зале» шел фильм «Китайский цирк». В кинотеатре «Октябрь» 1 января 1959 года показывали широкоэкранный фильм «Поэма о море», широкоэкранный фильм «Капитанская дочка» и фильм «Ромео и Джульетта». А в кинотеатре «Мир», расположенном на юге Петропавловска, с утра шел фильм «Призвание», а во второй половине дня фильм «Тихая квартира» в кинотеатре «Маяк» на улице Рябиковской, утренний сеанс детский фильм «Илья Муромец» и дневные сеансы фильма «Тихая квартира». Это был последний день года. А вот первый день Нового года мы открываем газетой «Полярная звезда» 1 января 1923 года. Редакция поздравляет читателей такими словами. Начиная свой путь в первый день грядущего Нового 1923 года, «Полярная звезда» надеется быть отражением мысли, желаний и стремлений трудящихся. В свою очередь она надеется встретить теплое сочувствие и поддержку с вашей стороны, товарищи трудящиеся. Пишите о всех вопросах, волнующих вас. Только при духовной связи газеты с трудовыми слоями она будет действительным отражением их воли и чувств. Там же публикуется обращение. От имени вверенных мне войск Охотско-Камчатского края поздравляю вас с Новым 23-м годом и выражаю лучшее пожелание в нашем общем деле созидания мощи великой пролетарской России и восстановления творческих сил здесь, на далекой окраине Трудовой Республики. Красная Армия зовет вас к этому и желает успеха в новом грядущем году. Ком-войск Охотско-Камчатского края Вольски, военком-войск Марков, наш-то войск Борис Рубцов. Наш-то войск это значит начальник штаба войск. 1 января 23-го года, номер 2. А вот на этой фотографии Гавриила Захаровича Гайдукевича показано, как в январе 39-го года петропавловские ребята катались на запряженных собаками санках. 1973 год. Безымянные стихи на первой полосе Камчатской правды. Мы не скоро забудем творение прошлого года. Старый год. Он ушел, но оставил в истории след. Стала старше страна. Стала крепше рука у народа. Идут корабли, и на нивах рождается хлеб. Старый год он ушел, но оставил в истории мету через век. Через два он поведает людям о нас. С новым счастьем, рыбак. Это добрая все же примета. Новогодний парад начинает с Камчатки страна. Старый год. Он ушел, за себя Новый год оставляя. Значит, снова великая нас ожидает страда. С новым счастьем, оленные добрые жители края. Пусть несметными будут на пастбищах ваши стада. Новый год. Он пошел по советским бескрайним раздольям. Но ему от Москвы до Камчатки долго длинна. С новым счастьем, строитель, рабочий и труженик поля. Новогодний парад начинает с Камчатки страна. Камчатская правда 1 января 1973 года. 2 января 1953 года. Та же самая газета Камчатская правда. Заметка 1500 центнеров рыбы сверх плана. Ловецкая бригада Степана Савельевича Дзюбы первой в Корпском комбинате выполнила годовой план добычи рыбы. Сверх плана бригада дала почти 1500 центнеров сельди и лосося. Кончились страдные дни летние и осенние путины. Но рубаки и не думают отдыхать. Товарищ Дзюба возглавил звено подледного лова. Как только бухта скрытая покрылась льдом, Степан Савельевич вместе с ловцами Николаем Красновым и Василием Солдатовым выставили 4 вентяря. С тех пор в любую погоду два раза в день ловцы приезжают на бухту, проверяют вентяря, вынимают из них рыбу. Дневная добыча небольшая. Ее не сравнить с уловами на ставных небодах. Но рыбаки не брезгуют и малыми уловами. В результате упорного труда они досрочно выполнили годовой план подледного лова, добыв сверх плана 70 центнеров на ваге. 3 января 1941 года. Камчатская правда. В Соболево открыта Карякская школа. Так называется коротенькая заметка. В селе Соболево Большерецкого района открылась Карякская национальная школа. В ней учатся 10 учащихся. Для учеников оборудовали хороший интернат. И рядом еще одна заметка. Разъездная красная еранга, переданная по телеграфу из Усть-Большерецка. В начале января в Большерецком районе начнет работать разъездная красная еранга. Она будет обслуживать кочевое население Каряков. 4 января 1939 года. Весело и счастливо живут народности Севера, пишет секретарь Алюторского райисполкома Жуков. Народы Крайнего Севера на говно, гу, идут с передовыми районами СССР. С каждым годом растет удельный вес колхозной продукции в общем плане рыбной промышленности Камчатки. Это ярко видно на примерах и жизни колхозников Алюторского района. Колхоз имени Ленина, председатель товарищ Онта, выполнил план Путина 1938 года на 198,7%. Колхоз имени Горького, председатель Минау, 253%. Колхоз Тунг-Бутум, 120%. Национальное население, пишет секретарь Жуков, увеличивает сдачу государству драгоценной пушнины. В 1932 году упромышлено пушнины на 34 570 рублей. В 1938 году цифра увеличилась до 230 000 рублей. И завершает секретарь Жуков свою заметку таким пассажем. Радостно и зажитошно живут колхозники Алюторского района. Новый 1939 год принесет им новые радости, новые победы. 5 января 1940 года. Газета «Камчатская правда». Инспектор школ взрослых Преоблано-Седова Пишет статью «Настойчивее ликвидировать неграматность». Одним из методов колонизации Камчатки в XVIII веке было внедрение христианства, которое носило характер гнуснейшего принуждения. Пишет большевистская тварь. Для этой же цели в первой половине XVIII века открывались школы. В 1845 году они были открыты в Большерецке, Иче, Верхней Камчатке, Ключах и других населенных пунктах. В этот период активной русификацией населения на Камчатке было такое количество школ, какого не было до последних дней господства самодержавия. Большевички разоблачают себя. Пишут о малограмотности и одновременно говорят о количестве школ на Камчатке. Читаем дальше. В 1939 году на работе по ликвидации неграмотности было занято 325 учителей и 445 культормейцев. До 425 выросло количество школ. Благодаря серьезной и упорной работе учителей, культормейцев и всей общественности в нашей области имеются целые села сплошной грамотности. Макарка, Пущино, Ганалы, Малко, Мильковский район, Ушки, Камаки, Кресты, Камчатский район, Ваямполка, Седанка, Тегильский район, Уэлькаль, Чаплина, Наукан, Певек, Чукотка и другие. Ну, конечно, мы не будем сейчас рассматривать вопрос, что не состоялся бы большевистский переворот 1917 года. До какого уровня доросла бы народная грамотность? Наверняка она бы была гораздо выше. И в 1940 году не понадобилось бы так массово ликвидировать неграмотность, которую бы давно уже не было. С такими вещами играть нельзя. 6 января 1943 года газета «Камчатская правда». Призыв. Построим танковую колонну «Камчатский рыбак». На текущий счет в Газбанк на 5 января поступило средство на строительство танковой колонны «Камчатский рыбак». Из Петропавловского района 2 миллиона 390 тысяч рублей, из Большерецкого района 2 миллиона 223 тысяч рублей, из Усть-Камчатского района 620 тысяч рублей, из Карягского национального округа 673 тысяч рублей, из Мильковского района 324 тысяч рублей, с Чукотского национального округа 300 тысяч рублей, из Иолиутского района 19 тысяч рублей. Всего внесено в Газбанк 6 миллионов 549 тысяч рублей. Гриннева из Паланы сообщает. Женщины села Паланы организовали новогодний вечер. Поступившие от проведенного вечера 6 тысяч рублей, перечислены на строительство танковой колонны «Камчатский рыбак». Вот так вот проходила день за днем «Камчатская неделя» с 31 декабря по 6 января в разные годы. Но это не точно. Это была «Камчатка. День за днем» в рамках влога «Камчатка с Александром Петровым». Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Даже если вы никогда не читали старые газеты, пишите комментарии. И обязательно выполните рекомендации, которые вы видите в правом нижнем углу экрана. До свидания.